Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Лидия Романченко. Смотрите в выпуске. Роги о геноциде казачества. Ирина Безрукова снимается на Дону в двух документальных проектах. Дядя Ваня, три сестры, свадьба на родине Чехова. На Чеховский фестиваль в Таганрог приехали 10 театров. Новый рекордный урожай закладывается сегодня. Идет сефа зимых. На полях круглые сутки работают посевные комплексы, погружая в землю зерна и удобрения. Предельно важно уложиться в оптимальные сроки. Наша съемочная группа наблюдала за посевной в Родионово-Несветайском районе. Техника в поле работает без перерыва и днем, и ночью. Смена по 12 часов. Таков режим работы во время уборки и сейчас в посевную. Изредка сцепка останавливается, чтобы загрузить зерно в бункер. Во втором бункере удобрение. Остановка недолгая и затем снова в поле. Туда, обратно. Только на поворотах берется за рычаги человек. Трактор по прямой едет сам. В кабине установлена автоматическая система управления. Не можно даже чай пить. Не можем. Мы чай пьем иногда. Да. Ну, если поле ровненькое, чтобы не трепало. Особенно ночью хорошо. Кофей куча и коглянется. Видно все тебе, чтобы нежно не уснуть. То есть сравнить с той техникой? Да, елки. На этой течке в пыляке вылезут. Одни зубы блестят, а что на веселье ездят черные. Это небо и земля эта техника. Зерно зимой пшеницы непривычно золотое, а розовое в оболочке, предохраняющее от болезней, пока не пойдет в рост и не окрепнет. Но для роста нужна вода. А в этом году засуха. Однако осень никто не отменит. И с надеждой на лучшее зерно сеют в сухую землю поглубже. В прошлом году такая же была история. Практически сеяли в сухую землю. Позапрошлом году половина посевной была таким же образом. Ой, я смотрю, выкопали. Да. Поэтому здесь осадков было немного. Немножко влажное. Немножко. В целом по району в этом году пшеницу собрали с урожайностью в 30-30 не раз гектара. Но общий показатель всех зерновых и ранних и поздних опустился за счет яровых культур из-за засухи. Тех, что сеяли весной с большой надеждой. Ведь до мая было много влаги. Яровые культуры все сминусовали. У нас ячмень дал 19 центеров. В прошлом году давал под 40. Также сминусовали горох, злакобобовую смесь и нут. Они примерно где-то около в районе 12 центеров урожайность была. Кукуруза как? Кукуруза в этом году тоже в два раза меньше дает. 20 центеров по району. Пока засеяна лишь треть площадей крупными хозяйствами. А мелкие, по рекомендациям ученых, приступят к севу чуть позже. Хорошая погода способствует активной работе. А затем вся надежда на обильные дожди и мягкую снежную зиму. Татьяна Бочарова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Родионов, Несветайский район. Беспилотник видит цель, танки или БМП поражают. По такой схеме идут учения мотострелковых и танковых подразделений на Кадамовском полигоне. Они проводятся ко дню сухопутных войск, отвечаемому 1 октября. Найти противника помогает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Установленная на нем камера передает данные на экран в наблюдательный пункт. 5 литров бензина в баке на 10 часов беспрерывного полета. Металлическая птица готова к работе. Пара секунд и беспилотник в небе. Высота над военным полигоном 5 километров. Все, что видит, передает на землю в онлайн-режиме. Такой аппарат может охватить территорию в 500 километров, что неоценимо для танкистов и артиллеристов. Это позволяет снизить время выполнения огневой задачи. Повышает точность огня и снижает расход боеприпасов. Расход боеприпасов снижается втрое. Все цели с неба виднее, и промах после такой коррекции практически невозможен. Цепочка последовательных действий беспилотника, наземного наблюдательного пункта и стреляющих танков или пушек называется разведывательно-огневым контуром и сформировалась из опыта вооруженного конфликта в Сирии. Координаты цели определены. Теперь начальник подразделения выбирает средства поражения. На выбор артиллерия, танки, БМП. Здесь все зависит от дальности расположения противника. Азиментальный указатель 32-15, уровень 30-20. Огонь! Сразу после поражения цели танковый взвод должен сменить огневую позицию. Сделать это максимально незаметно для противника помогает маскирующий дым. На поле боя друг друга сменяют танки Т-72Б3 и БМП-3. Прицельная дальность стрельбы у первых до 10 километров. Вторые наносят огневой удар вдвое ближе. Тепловизоры, установленные в тройке БМП, позволяют точно наносить удары днем и ночью. Стрельба ночью теперь не представляет никакой сложности. То есть на экране вся местность целей видны как на ладони. Как в компьютерной игре. Навел крестик, нажал перезарядку, выстрел, цель поражена. Смена позиций, выстрелы команды. На учениях фиксируется точность выполнения каждого норматива. И потом, как на экзамене, военные получат оценку. Вера Данилидий, Юрий Санкин, Дон-24, Октябрьский район. Из сотни проверенных иностранцев, каждый пятый находится в нашем регионе нелегально. Таковы результаты второго этапа спецоперации полиции «Нелегал-2018». Под проверку сотрудников иммиграционного контроля попали Оксайский район и Первомайский район Ростова. Нашли полицейские и граждан, упорно не желающих уезжать с Дона. Полицейские выявили иностранного гражданина, который в установленные законом сроки не исполнил постановление Оксайского районного суда Ростовской области в части самостоятельного выезда из Российской Федерации. Теперь навязчивому гостю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей и выдворение из страны. Еще одна иностранная гостья пыталась прижиться в России по недействительному российскому паспорту. Масло сливочное, молоко пастеризованное, сметана, ряженка и кефир проверены дополнительно и показали себя безупречно. Так что все эти продукты Тацинского молочного завода получили знак качества «Сделано на Дону». Не просто вкусно и полезно, а еще и соответствует всем гостам и нормам. В течение года знак «Сделано на Дону» будет подтверждать высокое качество продукции Тацинского молочного завода. Отдать надо должное тому, что продукция, выпускаемая Тацинским молочным заводом, она узнаваема в регионе. А система добровольной сертификации у нас тоже сделана, да она тоже узнаваема. И когда сходятся интересы, то это очень правильно. И получается такая хорошая история взаимоотношений производителей качественной продукции и потребителей, которые приобретают качественный продукт. Предприятие, которое в этом году отмечает 70-летний юбилей, готово дополнительно гарантировать качество выпускаемой продукции. Потому и прошло добровольную сертификацию. И это относится к любому продукту из всей линейки молзавода. Для меня это тоже опыт. Учусь именно на этом заводе. Данная продукция исконно здесь была представлена, нравилась покупателям. Мы, надеюсь, поддержим это качество, улучшим. Ассортимент молочки Тацинского завода впечатляет. За неделю продается 30 тонн молока, 18 тонн кефира, 7 тонн ряженки, 3 тонны масла и 2 тонны сметаны. Есть и новинки с оригинальными вкусами. Йогурт, снежок, бифилюкс. Плюс уникальная линейка, содержащая бифидобактерии для улучшения пищеварения. Елена Ребжанова, Виталий Ступаков. Дон-24. Тацинский район. Ирина Безрукова приехала в Ростов как на малую землю. Этот проект для одного из центральных каналов снимает лауреат ТЭФИ Сергей Майоров. Возвращая известных артистов в прошлое на малой родине. Я счастлива была получить предложение от этой профессиональной команды, которая, по-моему, 16 ТЭФИ имеет уже. И приехать на свою родину и пройти по тем местам, которые я люблю, которых я давно не была. И показать всей стране, а может и части мира. О своих проектах Ирина Безрукова рассказала в эфире радио «ФМ на Дону». В частности, актриса начала работу в Ростовской области еще в одном документальном проекте – «На круге». Это фильм о геноциде казачества, о котором очень мало знают люди. Знают очень много людей о геноциде армян, к примеру, и многих других народов. Но это фильм, построенный на реальных событиях, о реальных людях. А еще Ирина раскрыла свой рецепт красоты и молодости. Хороший сон и прекрасное настроение. Вишневый сад, дядя Ваня, свадьба и дважды три сестры. Международный фестиваль на родине Чехова проходит в Таганроге. Десять театров из разных городов страны представляют на сцене Таганрогского-Чеховского свое видение творчества классика. Кроме предметов домашней необходимости, а вы помещали тот же как мне за вашей дочерью дома. А вы вышли в билетах. Пока и по минуту Максимович ищет обещанное приданное, зрители уже в выигрыше. Их билеты на спектакль оказались свадебными приглашениями. Гости, как водится, приходят с подарками, преподносят молодоженам улыбки и внимательно следят за развитием событий. А они кипят, душно становятся всем. Макайте на меня! Макайте мне! Жарко! Я пойду, Максимович! Ну, что это вы? И ласкорий? Ну, раз, я шинику можно дать. К праздничному столу зрителей пригласил Московский областной театр драмы и комедии. Он привез на международный фестиваль на родине Чехова свою нестандартную свадьбу. Мы ехали сюда, конечно, волнуюсь, потому что это не совсем классически решенная история. Хотя актеры работают и лучше вообще. Наши артисты заняты в этом спектакле, заслуженные народные артисты и молодежь. Поэтому немножко волновались. Естественно, как воспримут этот новаторский, немножко необычный спектакль, где есть все и хулиганство здоровое есть. И при этом трепетное отношение, конечно, к Антону Павловичу Чехову, к его тексту. Мы в прошлом году были на гастролях в Таганроге. Нам очень понравилась обстановка. Все-таки Чехов, все-таки его родина. А я сам отсюда, с Таганрога. Вот. И поэтому решили приехать. По-своему представляют Антона Павловича 10 театров. От каждого по одному спектаклю. Москва, Донецк, Тамбов, Орел, Нальчик. География обширная. Принимает гостей Таганрогский театр имени Чехова. Оценить режиссерские решения и игру актеров собираются не только местные зрители. Очень много зрителей из Ростова, из Новочеркасска, из других регионов, которые приезжают сюда. И это замечательно, потому что на классических произведениях, на классике, полные залы. И это становится таким подлинным, действительно, театральным праздником в эти осенние дни. Зрители приходят умный, внимательный и вежливый, отмечают участники фестиваля. И добавляют, ради такого стоит вернуться на родину Чехова уже на гастроли. А фестиваль на родине Чехова продлится до воскресенья. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон-24, Таганрог. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. В студии была Лидия Романченко. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова